Доброго дня! Вы смотрите наш городской канал Самара Гиз и в эфире программа «Хочу домой». Это программа о бродячих животных и собаках и кошках, рожденных на улице и не только. Это программа о собаках и кошках, брошенных людьми. Мы говорим не только о жестоком отношении к животным, но и больше все же рассказываем о людях, которым не безразлична судьба бродячих животных. О жителе города, которые помогают приютам не просто разговорами, а конкретными делами. У нас сегодня в студии руководитель приюта «Добрые люди» Андрей Храмов. Андрей, добрый день! Добрый день! Ну, прежде, наверное, расскажите пару слов о том, где вы работаете и что вы возглавляете. А потом мы посмотрим, соответственно, видео-визитку вашу. Добрый день! Я руководитель приюта «Добрые люди». Данный приют первый в Самарской области был организован именно по помощи безнадзорным животным. Поэтому мы были нацелены на программу ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинации, выпуск. Что самое главное – это выпуск животных, на чем акцент. Собаки проходят у нас полностью ветеринарный контроль. Ветеринарные специалисты у нас находятся в Государственной службе, Государственный ветеринарный надзор. То есть в полном объеме они производят осмотр, необходимы ветеринарные мероприятия, вакцинации. В дальнейшем собака чипируется, вводится в общую базу, чтобы можно было в дальнейшем понять. И также ставится, согласно федеральному закону, это неснимаемая метка, по которой можно будет установить, откуда это животное, как животное, пора ли его ревакцинировать. Или какая судьба у него была. Вот о неснимаемой метке давайте мы с вами чуть попозже поговорим. А сейчас в видеовизитке, или небольшой сюжет о том, где вы работаете и что вы возглавляете. Добрые глаза, виляющий хвост и безумное желание обрести друга. Это Алиса. В приюте она оказалась три месяца назад. Хозяин просто оставил ее на улице. Но Алиса с таким предательством справилась и сегодня готова обрести новый дом. Собака очень общительная и любит детей. Она очень ищет хозяина, ждет. В этот приют животные попадают с улиц благодаря Департаменту городского хозяйства и экологии. Каждая собака проходит лечение и стерилизацию, обрабатывается от паразитов и обязательно вакцинируется. Для этого в приюте есть все необходимое. Здесь у нас операционные, проводятся мероприятия, то есть стерилизация, кастрация, обработка от эктенопаразитов, если необходимы какие-нибудь экстренные мероприятия. Кому, если животное понравилось, они приходят, все это безвозмездно абсолютно. То есть выбирают ту собаку, которая понравилась. Даже в последнее время в случае участились, что животные с инфекционной меткой, что они побыли в нашем приюте, на улице кому-то понравилось. Они приезжают к нам, мы, соответственно, снимаем эту бирку и выдаем паспорта. В паспорт заносят всю известную информацию о собаке. Пол, примерный возраст, породу, если ее можно определить, а также список проведенных ветеринарных мероприятий. В дальнейшем владельцы питомцев смогут обращаться за ветконсультации в приют совершенно бесплатно. Забрать пушистого друга к себе домой может каждый желающий. Наши сотрудники постараются подобрать животное, то есть порекомендовать по виду, то есть активное животное, спассивное, спокойное, может быть, к утенку порекомендовать. В дальнейшем, если человек обратится, все это бесплатно. В планах у приюта расширение территории для размещения животных и постройка площадки для их выгула и тренировки. Вместе с кинологами продумываются возможности для воспитания служебных собак и собак-поводырей. Ведется работа с зоозащитными организациями и волонтерскими проектами. Да, действительно, очень много и впечатляет такое количество собак, такое количество, я бы сказал, особей или голов. Андрей, скажите, пожалуйста, вот эти бирки или клипсы, которые ставят на ухе, дальше что с ними делать, если приезжает человек, который хочет забрать себе собаку? Смотрите, тут несколько вариантов. То есть бирки, это согласно федеральным законам мы ставим идентификацию обязателя, потому что под эту бирку, во-первых, это не просто бирка, это электроны, чтобы в дальнейшем не было сложности поймать и проверить. То есть она специально электронная, с расстояния можно будет проверить ее номер и определить, пора ли ей делать вакцинацию, что с этой собакой. То есть это будет облегчать дальнейшую работу подрядчикам. Сколько таких сканеров у нас в городе, сколько людей, которые могут подойти к такой собаке и замерить эту клипсу, снять, считать с нее информацию? Ну, они недорогостоящие, так, они есть в каждом государственном ветеринарном надзоре, то есть в любой государственной клинике. То есть они могут обратиться, но ветеринарная клиника все равно направит к нам, потому что есть быстросъем, то есть специальный съемник для данной клипсы, что безболезненно, то есть прямо приведет человек в течение нескольких минут, снять, обработать ух. Но опять же, когда мы снимаем, если приходит будущий владелец животного, потому что мы выдаем паспорт, и он будет регистрирован уже в базе как владелец животного, то мы ему уже также бесплатно ставим уже чип. Чип он ставится подкожно, визуально его незаметно, но при, если, например, праздник каким-то, особенно вот Новый год, много собак теряется, там шумовые эффекты, если она потеряется и попадет в отлов, то можно будет идентифицироваться, с человеком свяжутся, пояснят, убежал или выкинул, что с ним случилось. Андрей, вы сказали о том, что приезжать надо к вам, и, соответственно, вы сделаете все эти процедуры по снятию клипсы. Хорошо, а нельзя ли сделать эту единую базу по Самарской губернии, или даже, ну, просто хотя бы по нашему городскому округу, чтобы человек мог поехать не только к вам, допустим, с одного конца города в другой, а поехать в ближайшую клинику и сделать все те же самые процедуры, о чем вы сейчас говорите. То есть приехать, снять клипсу и завести также ветеринарный паспорт. Все-таки планируется ли такая программа? Такая программа, не то что планируется, она уже работает. Единственный разница, что в нашем учреждении все будет бесплатно, а при обращении в государственную службу, так как у них уже в базе все унесено, так как учет ведут они. То есть эта база уже общая. Единственное, мы попросили рассматривать проект об региональной базе, областной, чтобы были вообще все, не вот там только Самара, Тольятти, а была общая база и была общедоступная, чтобы любой гражданин мог как-либо обратиться к какому-либо информационному строчку и сам получить информацию, не ища канала. То есть вот нас, какую-то организацию, еще какие-то мероприятия, чтобы это было общедоступно и легко. И человек мог убедиться, что перед ним действительно животное безопасное. Хорошо, мы говорим о частных клиниках. Частные клиники могут пойти в эту программу? Да, планируется. Что им стоит, допустим, взять, снять эту клипсу и завести паспорт? Это и сейчас можно сделать, но это будет небольшой. Например, смотрите, у Государственного Союза надзора осмотр животного 150 рублей. Осмотр ему освидеть, что оно клинически здоровое. При необходимости ему делается бесплатная вакцинация от бешенства. И, соответственно, дается паспорт. Кто приходит в приют? У нас там тоже в сюжете о вашем приюте говорилось о том, что приходят люди и помогают. Кто приходит? Есть ли такие люди, волонтеры, которые действительно приходят, помогают или, как сейчас я разговаривал со многими представителями приютов, они говорят, что в основном волонтеры иногда ограничиваются тем, что просто разговаривают, просто наводят критику и не более того? Ну, всякое бывает. Но в основном нет. Сначала у нас, когда мы только начинали заниматься своей деятельностью, в основном, конечно, появлялись узкий круг заинтересованных людей, условно специалистов. В дальнейшем это у нас были волонтеры, например, Лапа. Есть такая группа Краштанка. Она очень активно участвует. Она приезжает, помогает, гуляет с собаками, то есть обрабатывает с ними, частично социализирует, даже забирают с собой на выходные, пытаются сфотографировать, выкладывают там в социальных сетях. Еще как-то. Вот выставки сейчас проходили недавно как раз. Вот они у нас забирали самостоятельно. То есть у меня вот средства провозить не было. То есть у нас вот как раз заинтересованные граждане, просто индивидуально. И сами группы, в основном, говорю, очень здорово, Каштанка, Лапа, они помогают, приезжают погулять с собакой, что-то помочь. Но здесь, скорее всего, сказать, что не помогают, точно не скажешь. Она, скорее, носит спонтанный характер, потому что люди, понятно, по роде своего занятости, кто-то работает, кто-то еще постоянно не могут находиться. Но как бы стабильно кто-то у нас посещает, кто-то есть. В последнее время появляются просто граждане, которые, например, забирали у нас собачек, просто, например, сдавали. То есть они приезжают, смотрят своих питомцев, оставляют, например, корм, пытаются также пристроить их самостоятельно. Давайте тогда вернемся к теме. О выставке тоже вы сейчас сказали, значит. Итак, выходные в одном из выставочных павлионов города состоялась выставка, но необычная традиционная выставка породистых собак. Два дня были посвящены бродячим собакам и кошкам. Волонтеры называют 10-месячную Глашу кошка-домовенок. Ее подкинули к воротам приюта, но она приучена к лотку, обработанная и стерилизована. Глаша, как и сотни других сородичей, оказалась на фестивале «Друг человека» и мечтает обрести новый дом. Большинство этих животных когда-то жили в семьях, но по разным обстоятельствам остались на улице. Забрать питомцев можно совершенно бесплатно. Конечно, в условиях приюта таким кошкам тяжело, потому что они привыкли, что у них есть хозяин, который холит, левеет. А жить в котодоме, где проживает больше 40 кошек, для них тяжело. И вот такая выставка всегда шанс очень большой, например, пристроить, потому что они адаптивны уже к дому, знают все. На фестивале побывала глава Самары Елена Лапушкина. Она поблагодарила волонтеров, которые помогают животным обрести новую семью, а также всех, кто поддерживает такую благородную инициативу. Здесь работают замечательные люди с большим сердцем, очень добрые, которые занимаются тем, что пристраивают добрые люди вот таких замечательных животных. Собак, кошек, даже кроликов. Поэтому призываю всех, дорогие самарцы, посетить эту выставку и выбрать себе любимого, красивого питомца, который будет с вами долгие-долгие годы. Фестиваль-выставка проходит ежегодно. Это уже четвертое крупное мероприятие, которое организовали в выставочном центре Октябрьского района. Это очень значимо для приютов, потому что они могут объединить свои усилия и показать людям, какую большую работу они проводят. И это очень значимо для наших детей, потому что люди, которые приходят сюда с детьми, они с маленького возраста учат ребят правильному обращению с животными, они учат их заботе, они учат их ответственности. Фестиваль объединил все крупнейшие приюты города, в том числе муниципальные, а также участников волонтерских организаций. За два дня самарцы увидели около 200 кошек и 100 собак, и каждый десятый питомец уехал в новый дом. Сегодня есть много людей, много гостей, и почетных гостей нашего города, в том числе, что очень приятно. Поэтому эта выставка важна не только потому, что животные отсюда уезжают в семьи, она объединяет людей. Здесь еще и такая коллаборация организаций, которые могут быть друг другу полезными, знакомиться здесь и придумать вместе что-то новое. Владимира Семенова с супругой год назад судьба свела с волонтерами одного из приютов города. Пришлось вместе спасать щенка. Теперь Владимир вместе с семьей помогает приютам. Не может пройти мимо чужой беды. Собачка прибилась к нам, прижилась, а потом принесла нам щенят. Мы их вырастили и отдали по рукам, по хорошим, как бы хозяевам. Но одного щенка пришлось забрать, потому что его довели до такого состояния. Это было кожа и кости. Существует она помогает. Берегите животных. Все-таки это ваши друзья, это ваши помощники. Это животные, которые вас все-таки криют и не дают вашим сердцам зачерстветь. За четыре фестиваля семью обрели около 400 бездомных животных. Самарцы, которые не смогли попасть на выставку, всегда могут познакомиться с питомцами в приютах, напоминают волонтеры. Все животные там привиты, обработаны, стерилизованы. Добровольцы проконсультируют по всем возникающим вопросам. Ну что ж, мы посмотрели информацию о выставке. Андрей, вы знаете, я хочу сказать, что это целая индустрия. Целая индустрия бродячих собак или бездомных собак огромная. И вот эти все люди, которые были там представлены, они все держат своих собак где-то в вольерах, где-то у себя дома получается? Ну, в основном, да. В основном дома, потому что все-таки мы в городе находимся. И ближайшие все приюты создаются точно в городах. Да, Самара, Сызарин, Тольятти. То есть в районах практически там единицы. И поэтому в основном нагрузка, конечно, получается ложится на городских граждан. То как бы вот так. Огромное внимание сейчас, внимание со стороны городских и областных властей вот к этой проблеме. Как вам помогают наши государственные органы и городские, и областные власти? Какая помощь идет? По помощи идет, это первое, по выделению места, то есть разработке места, выделению места. То есть именно, чтобы она соответствовала всем правилам, нормам. Перевод статуса земли тоже не очень глобальный вопрос. Для нас было бы это крайне сложно, потому что мы не специалисты, надо сказать. Да, мы занимаемся животными, но в каких-либо правовых мы, конечно, бы пробуксовывали. Это очень большая помощь со стороны администрации, от города. Также они очень нам здорово поддерживают информационную. То есть на сайте администрации есть наш телефон, где могут граждане обратиться, например, забрать животное, еще какие-либо вопросы. Потеряли даже, да? То есть потеряли, они могут обратиться в обычную администрацию, где их перенаправят уже на диспетчерскую службу нашего приюта. И мы, во-первых, возьмем информацию, вдруг если животное попадет все-таки к нам, то есть у нас останутся контактные данные, мы сами перезвоним, вроде похоже, подъезжайте, смотрите. А второе, как бы уже даем эту информацию на тот средств времени, когда к нам обратиться гражданин. Вот все-таки последнее время я слышал больше, что люди обращаются в администрации, в свои ТОСы, ТСЖ, там, к управляющим компаниям, и почему-то, говорят, не совсем неэффективно, они очень эффективно проходят вот эти мероприятия по отлову бродячих собак. Что у нас сейчас? Образовалась какая-то временная пауза, и с чем это связано? Ну, сама программа, сама программа, она разработана, да, то есть она не даст моментального эффекта, потому что стерилизуя животное, выпускаем, мы сокращаем популяцию. Но так как в среднем по расчетам животное без помощи, человек выживает, ну, к сожалению, не более трех лет. Если да, есть индивидуальные, где во дворе любимый из двора или еще что-то, это другие. Но вот если именно без помощи, то есть вот эти вот холод, перебои с питанием, обычно негативные граждане, можно так, наверное, назвать, которые не очень хорошо относятся к братьям нашим меньшим, тоже влияет. Но сама программа, она дает два эффекта. Первое, то, что стерилизованное животное, оно, во-первых, проверено государственным надзором, оно уже безопасно, так как госсоветный надзор произвел все необходимые мероприятия, обеззаразил, то есть это обработки от паразитов, это необходимые прививки животному, осмотр, выявление, то есть агрессивности животного, то есть в основном выпускаются стерилизированные животные. Дальше они занимают определенную нишу, которую могли бы занять другие животные, и тем самым уже как бы сокращается популяция занятостью мест. И третье, мы потихонечку заменяем нестерильных животных стерильными. Здесь, конечно, надо оговориться, что пополнение, это у нас вот недобросовестные граждане, как раз ту программу, которую мы бы хотели предложить на момент разработки, это единая база, она приведет еще, второй эффект получится у нее, что у нас будет ответственность. Уже не выкинешь животного, если будет бесплатная идентификация на уровне государственного, то есть прививки от бешенства бесплатно, то есть если сделать идентификацию бесплатную, то пришел прививать животное, это обязанность из гражданина, основная прийти и бесплатно привить от бешенства. Он получит определенную метку, бирку, то есть чип, его не видно, но животное идентифицировано, и он уже 10 раз подумает, а стоит им выкинуть. Хотя люди бывают разные, но я так вот хочу надеяться, что он подумает, стоит это выкидывать, или возможно пристроить его куда-то, хотя бы как минимум отдать в приют. Шансов уже будет больше, потому что животное будет проще пристроить домашнее, нежели оно побыло на улице, возможно, кто-нибудь обидит. Можно там заболеть или еще что-то, это более сложнее. Андрей, вы знаете, здесь я немножко не согласен с вами, потому что обидеть стою бродячих собак, даже стерилизованных, их все-таки не так просто, да и не каждый на это решится. Хотя, не знаю, мы проводили буквально недавний эксперимент, как же относятся собаки бродячие, ну, даже к нам и журналистам. Я и вот с оператором вместе выехали в два места, в две точки, где действительно есть бродящие собаки, и получилось так, что, в принципе, ни одна стая, ни вторая стая не обратила на нас внимания. В принципе, да, как понимающий человек, я говорю о том, что, да, у этих собак отсутствует генетически врожденная агрессия. И поэтому я предлагаю сейчас посмотреть, да, и, кстати, здесь еще хотелось бы дать советы, как же все-таки реагировать на стаю бродячих собак, которые пытаются вас, не знаю, там, подбежать близко, укусить и так далее. Предлагаю посмотреть сюжет по этому поводу, как спасаться от стаи бродячих собак. Большой город, многочисленные улицы, оживленные и не очень. Именно на таких малолюдных улицах, чаще всего возле заброшенных домов, и собирается стая собак. Однако в немалой степени это будет зависеть от среды обитания, а точнее, насколько комфортно она будет в квартале, где обосновались стаи собак. И, как правило, там, где их много, значит, есть люди, есть дома, где они находят себе приют и, самое главное, питание. Они прячут вот этот дом, там женщина сейчас живет, он был заброшен, она их подкармливает. Вот стоит, вот от этого вот дом. Потом они прячут вот здесь, сразу за этим гаражом заброшенной. И они прячут, она их кормит утром, вечером, вот они сейчас вылазят. Они до этого вот вылезли, мы вышли гулять, вот они выходят. Их по 10 штук, даже когда 15 собираются. С одной стороны, улица собаки, и с другой, как вести себя в данной ситуации, когда ежедневно приходится с ними сталкиваться. А некоторые смелые идут сквозь стаю собак и совершенно не обращают на них внимания. Ну, а иные люди, они, естественно, со страхом проходят сквозь такую стаю и стараются как можно быстрее покинуть это место. Вот давайте сейчас посмотрим, как же вот эти собаки отреагируют на меня. Данная стая к нам близко так и не подошла, тем более не проявила агрессию. Как правило, если у собак отсутствует генетически врожденная агрессия, то на людей, которые постоянно ходят мимо нее, они не обращают внимания. Но есть и другие особи, к которым дай полаять, и на этом они не останавливаются. Так называемая пассивно-оборонительная реакция вызывает активную защитную агрессию. А это значит, они нападают на все, что движется. И, к сожалению, большинство людей не знают, что делать, если напали собаки. Вы знаете, что делать, допустим, когда идет стая бродячих собак? Ну, мы домой сразу-то уходим. Ну, не знаю, что. Надо стоять, наверное, смирно. Будешь брыгаться, наверное, хуже. Правильно? А бросать камень, там, имитация броска? Не надо им обижать. Они ведь тоже добрые. А вот еще одна стая, которая разрешила к себе подпустить весьма на близкое расстояние. Не укусили, не съели и не проявили агрессии. Но у этой стаи есть другая забава. Они устраивают атаки на машины, что иногда заканчивается либо травмой пса, либо дыркой в колесе. Как нападим? А как от них? Если только вот не убегать, они когда бежишь, они наоборот за тобой бегут. Если только, наверное, просто вот встать, когда, если видишь собаки, нужно потихонечку от них может уходить. А так я не знаю, как от них можно спастись. Вот только если так. Ну, а вот прием, то, что там взять, там изобразить, что вы бросаете камень. Ой, так они, мне кажется, еще больше набегут, нет? Не знаю я. Первое правило – не убегать, а медленно отходить. Второе – громко кричать, отпугивая их, бросая камень или имитируя бросок камня. Третье – использовать петарды. И два-три раза просто бросить ее там, где находятся поблизости собаки. Дело в том, что собаки боятся шумовых эффектов. И когда в следующий раз они вас увидят, то, в принципе, они будут понимать, что вы сейчас также будете производить какие-то манипуляции со звуковыми эффектами, и они просто будут разбегаться. Итак, значит, вот посмотрели сюжет, у нас получается, каким образом, какие советы вы дадите людям, которые боятся собак? Стоит бояться, стоит не бояться, стоит бежать или что делаем? Основной бояться точно не стоит. Собаки, во-первых, они очень чутко чувствуют человека, как и, наверное, лошади, то есть они чувствами считывают. Если бояться, то есть показать страх, то это может, наоборот, провоцировать атаку. Ни в коем случае нельзя поворачиваться к собаке спиной, потому что спереди ни одна собака нападать не будет. Основное, чтобы единственная одна собака нападала, ну, это крайне редкий случай. Да, как вы правильно сказали, когда собаки начинают сбиваться в стае, это когда не хватает еды, или периоды у них, когда начинаются, как мы говорим, свадьбы, они собираются в стае. Здесь уже, конечно, есть опасность. Мы здесь посмотрели сейчас три наших совета. Первое, это все-таки бросить имитацию броска камня. Второе, это, естественно, не поворачиваться, вот, и не убегать, самое главное. И третий сейчас совет многих специалистов, это все-таки использовать петарды. И я вот сам лично приходилось мне находиться в одном месте, где постоянно стая собак, и я просто бросал петарды три раза, на черт они уже, завиди меня, они уже убегали. То есть это может так делать. Петарды, также могу посоветоваться для детей, ультразвук, тоже он помогает. Но тут надо оговориться, что если это условно брошенная бойцовская собака, это может спровоцироваться атаку. Самые безотказные против любого животного, именно вот собака и все остальное, это перцовый баллончик. Не каждому ребенку его, конечно, возможно, дашь, но если мы говорим про эффективность защиты, то это естественная защита, когда животное 100% уже нападать не будет. Насколько возможно привлечение всех клиник, а их же большое количество у нас сейчас и по городскому округу, и в пригородах, частных клиник, насколько возможно именно привлечение их вот в эту программу? Ну, хотя бы какую-то часть им тоже отдать, или это невозможно? Это мы сейчас как раз проект, я говорю, проект, он будет рассматривать всячески, он будет предложен департамент ветеринарии на оценку в ветеринарном отношении, и уже, я думаю, специалисты прорешают, потому что идея, да, хорошая, она, во-первых, всеобъемлющая, охватывающая, простой доступ, и как бы за короткое время можно будет как бы по этой программе, во-первых, идентифицировать животных, да, понять. Первое, это нам еще даст очень хороший эффект, смотрите, у нас все животные будут на учете. Примерно тогда будет понятно, какая же у нас реальная численность животных. И еще один плюс для города, например, по Самаре, если мы говорим, исходя из численности животных, можно будет грамотно планировать в угольной площадке, потому что это для Самары вот на данный момент тоже есть проблема. Да, она решается, но она сложна, потому что нет четкого понятия, сколько же необходимо, чтобы все-таки что-то предложить. Спасибо большое. Ну, и сейчас я предлагаю посмотреть нашу традиционную рубрику «Хочу домой». Мы предлагаем собак именно вот с тех приютов, на которых мы были, в которых мы были. Возможно, кто-нибудь заинтересуется и возьмет собаку или кошку к себе домой. Эту собаку зовут Марс или Марсик. Он метист черного терьера, был сдан хозяевами в отлот в Сызране. Поскольку собака очень доброжелательная, требует внимания человека и очень хорошо поддается дрессировке, если кто-то будет с ней заниматься, мы ее забрали и пристраиваем. В идеале пристроить его в частный дом, в вольер. Он очень человекоориентированный, добрый, но в нем очень много энергии. И на поводке он гуляет хорошо, но иногда тянет. Поэтому хотелось бы, чтобы человек, который его забрал, понимал все сложности породы, потому что в нем все-таки есть черный терьер, и собакой занимались. А так собака замечательная, совершенно необыкновенного, эксклюзивного вида. Это меня овчарка, зовут ее Асоль. Она была найдена случайно в деревне, когда мы ездили искать другую собаку. Она выбежала нам навстречу, практически сама запрыгнула в машину, гуляла самостоятельно, поиски хозяев, результатов не дали. Ей всего 10 месяцев, это еще ребенок, очень толковая, умная собака, хорошо поддается дрессировке, ждет своих хозяев в приюте. Это трюфель. Это на слове шоколадный лабрадор с печальной судьбой. Был выброшен, бродил по деревне, долго скитался, был очень худой. Потом его забрали люди, посадили на короткую цепь, но нам удалось его забрать. Из приюта дважды уезжал в новый дом. Первый раз его вернули по семейным обстоятельствам, второй раз просто выкинули на улицу в сильные морозы. Мы его по объявлению обнаружили и забрали обратно в приют. Он возрастной, он немножко недослышивает, но когда он жил в семье, его даже научили командам по жестам. Сейчас он, наверное, их не вспомнит, но если с ним позаниматься, то это все возможно. Да, трюф? У него характер настоящего лабрадора. Всех люблю, со всеми дружу. Эту собаку зовут Фокси. Она уже не очень молодая. Она пять лет прожила в семье и была сдана в приют с появлением в семье ребенка. Очень грустила и стрессовала первое время в приюте, потом потихонечку оттаяла, стала признавать сотрудников приюта, кто с ней ходил гулять. Фокси была забрана в семью, два года прожила в семье, но по состоянию здоровья хозяйки ей пришлось вернуться в приют. Второй раз возвращение было для нее не таким болезненным, но Фокси домашняя собака, приученная к выгу, знает базовые команды. Ей очень хорошо живется в квартире. Если кто-то подарит собаке дом, она еще лет пять будет дарить свою любовь. Собаку замечательную. Да, Фокси? Я думаю, что все они найдут свой дом, обретут своих хороших, добрых хозяев. Итак, наша программа завершается. Смотрите видео-визитки о собаках и кошках, которых предлагают приюты нашего города. Все мохнатые и хвостатые имеют хорошую, устойчивую нервную систему, доброжелательно относятся к людям, что самое главное. И это безопасность для вас, и, естественно, безопасность для собаки. И мы хотели бы, чтобы вы проявили свою доброту и взяли кого-нибудь к себе домой и по-человечески с добротой относились к бродящим и брошенным животным. Всю информацию о наших эфирах и видеовизитках вы найдете в социальных сетях. Итак, это была программа «Хочу домой» на канале Самара Гиз. До свидания. До следующей встречи.